Предновогодний привет всем от Кика! В сегодняшнем праздничном выпуске вас ждет первый в мире цифровой прокурор, который уже начинает вести дела в Китае. Илон Маск, который уже два раза не сбил китайскую космическую станцию. Эппл, которая ворвется в мир виртуальной реальности уже в наступающем году. Предновогоднее обновление Тесла, которое устраивает световое шоу. И елка, которую обмотали вокруг ракеты и пульнули в космос. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Друзья, давно прошли те времена, когда камера в доме или офисе считалась роскошью и чем-то недосягаемым. Очень много компаний на сегодня предлагают свои решения безопасности. Но лично мы остановили наш выбор на системе видеонаблюдения от Dom.ru. Кстати, они недавно подключили Тольятти, и теперь у нас в городе доступен интернет на скорости до 500 Мбит в секунду. Почему мы выбрали видеонаблюдение от Dom.ru? Первое – это, конечно же, высокое качество камер, которые есть и для офиса, и для дома. Они дают очень четкую картинку как днем, так и ночью. На видео в Full HD без труда можно разглядеть даже детали. Зашифрованный видеопоток, который дает доступ только владельцу видеонаблюдения. Прямая трансляция и хранение в облаке до 30 дней. И да, мы еще забыли, что у камер есть инфракрасная подсветка, что позволяет снимать видео даже в темноте. Но главным достоинством, на наш взгляд, является мобильное приложение «Умный дом.ru». Камера, которая реагирует на движение, сразу начинает снимать, если кто-то зайдет в квартиру и отправит уведомления на ваш смартфон. Можно услышать абсолютно все, ведь звуки тоже записываются. Видеозаписи же загружаются в архив и могут храниться там 7, 10, 14 или же 30 дней, смотря какую опцию выберете вы. Так что если мы забудем, куда что-то положили, не беда, можно посмотреть видео в архиве. Честно, мы остались довольны системой видеонаблюдения от «Дом.ru». Они предоставляют отличные камеры, которые четко снимают, как днем, так и ночью. У них отличный звук. А приложение интуитивно и очень понятное, заблудиться в нем не вариант. Попробуйте видеонаблюдение за 1 рубль на 3 месяца, а если выберете пакет видеонаблюдения плюс интернет, то получите скидку дополнительно. Оставляем ссылку у нас в описании. Сегодняшний выпуск мы начнем с Поднебесной. Конечно, у них Новый год немножко позднее, чем у нас, но решили они войти в него. С цифровым прокурором. Специалисты Китайской академии наук разработали по заказу правоохранительных органов Шанхая программу прокурора. Ее задача – избавить сотрудников обвинения от рутины и облегчить принятие решений. Система основана на искусственном интеллекте. Нейросетевой алгоритм обучили на 17 тысячах дел. Благодаря чему он способен принять правильное решение о выдвижении обвинения в 97% случаев. Материалы каждого дела анализируются программой под тысячи параметров, указываемых в составляемом человеком-ассистентом тексте. При этом программа нетребовательна к ресурсам и может работать на обычном офисном компьютере. Пока что ИИ-прокурор научился разбираться в восьми типах правонарушений, наиболее часто фигурирующих в уголовных разбирательствах в судах Шанхая. Это воровство, мошенничество, умышленное нанесение травм, опасное вождение, кража денег со счетов, незаконные азартные игры, препятствование исполнению служебных обязанностей и так называемое затевание ссор и провоцирование неприятностей. Ну, последняя статья специально для граждан, которые никак не хотят мириться с положением дел в стране. В будущем разработчики системы намерены обучить ее выдвижению обвинений по менее распространенным статьям, а также выдвижению нескольких обвинений по разным статьям против одного подозреваемого. Критики отмечают, что точность в 97% оставляет слишком много пространства для ошибки. Неясно, кто должен будет нести ответственность в случае неверной работы программы – ее создатели или все-таки полагающийся на нее кожаный прокурор. А может, новоиспеченный прокурор будет бороться с правонарушениями Илона? Как оказалось, спутники SpaceX Starlink уже дважды чуть не сбили китайскую космическую станцию. На сайте ООН по вопросам космического пространства появился документ, где сказано, что по соображениям безопасности китайская космическая станция, судя по всему, речь идет о станции Тяньгун, в этом году аж дважды прибегала к системе контроля предотвращения столкновений. Вероятно, речь идет о корректировке курса. Пока подробностей мало, но известно, что события имели место 1 июля и 21 октября. К сожалению, документ не содержит более подробных данных. А источник уточняет, что жалобы Китая не перепроверялись. Сама SpaceX пока также не прокомментировала ситуацию. На данный момент на орбите находится уже почти 2000 спутников Starlink, и их количество будет увеличиваться. По какой причине уже дважды имела место столь опасная ситуация, как столкновение с космической станцией, пока не ясно. Ну и раз мы начали космическую тему, давайте ею и продолжим. После 14 лет разработки агентства НАСА осуществило запуск нового космического телескопа Джеймс Уэбб с европейского космодрома Куру во французской Гвиане на ракете Ariane Space Ariane 5. Запуск был осуществлен на католическое Рождество 25 декабря. Телескоп Джеймс Уэбб Space Telescope будет вращаться вокруг Солнца близко ко второй точке Лагранжа в системе Земля-Солнца. Для выхода на заданную орбиту потребуется около месяца, после чего исследователи смогут приступить к наблюдению за черными дырами, изучению некоторых из самых старых галактик во Вселенной и оценке обитаемости различных экзопланет. В разработке и создании JSWT приняли участие Европейское и Канадское космические агентства. Это один из самых дорогостоящих проектов НАСА, который начался еще в далеком 2007 году. Однако смена конструкции, технических условий и даже пандемия коронавируса приводили к многочисленным задержкам старта программы стоимостью свыше 10 миллиардов долларов. Телескоп Джеймс Уэб имеет диаметр зеркала 6,6 метра, что значительно мощнее его собрата телескопа Хаббл с зеркалом диаметром 2,4 метра. В телескопе JSWT установлена зеркальная матрица с золотым покрытием, которая может собирать в 7 раз больше света, чем Хаббл, и сканировать инфракрасный спектр, чтобы видеть сквозь пыль. В результате астрономы НАСА надеются увидеть древние регионы Вселенной такими, какими они были 13 миллиардов лет назад. Полетели дальше. Китайский разработчик Ив Толл Аппаратов нашел первого клиента для своей флагманской модели VT-30. Ихэнг заключили соглашение с японским холдингом МЭСК, специализирующимся на авиационной и аэрокосмической отрасли. Ихэнг VT-30 — это самый крупный аппарат компании, который был анонсирован в мае этого года. Аэротакси ориентируются на продолжительные перелеты. VT-30 способен преодолеть до 300 километров примерно за 100 минут. При разработке этой модели инженеры Ихэнг использовали комбинацию из углеродного волокна и алюминия. Таким образом, Ихэнг добилась наиболее эффективного соотношения с точки зрения безопасности и дальности полета. Визуально VT-30 напоминает гибрид из классического самолета и дрона DJI. При взлете и посадке аэротакси полагается на 8 винтов, расположенных на двух массивных креплениях. В режиме горизонтального полета те же винты поворачиваются, а стандартные крылья помогают балансировать положение аппарата в воздухе. За управление отвечают запатентованные алгоритмы Ихэнг, а в действие конструкция приводится с помощью полностью электрического двигателя и нескольких аккумуляторных блоков. Аппарат рассчитан на междугородние перелеты и предлагает места для двух пассажиров. Ихэнг предлагает использовать аэротакси для быстрых путешествий между Гуандуном, Гонконгом и Макао. В компании отмечают, что электрическая платформа позволяет VT-30 летать практически без шумно и без вредных выбросов СО2, поэтому крупный Ивтол не будет беспокоить жителей городов. Кроме того, Ихэнг считает, что VT-30 можно использовать в качестве транспорта для служб экстренного реагирования полиции, спасателей и скорой помощи. Какой же новогодний выпуск без купертиновцев, спросите вы? И мы вам ответим, точно не этот. Apple, судя по всему, все-таки представит в следующем году гарнитуру дополненной реальности. Сама компания традиционно ничего не комментирует, но, как выяснилось, переманила профильного топ-менеджера. По данным журналистов, в Купертино переезжает Андреа Шуберт. Она шесть лет работала в Facebook, а затем и в Мета после его переименования, и возглавляла там отдел по связям с общественностью, который как раз и отвечал за продвижение устройств в виртуальной реальности Oculus. Подробностей об устройстве Apple очень мало, пока это скорее отраслевые слухи. Например, Bloomberg считает, что гарнитура Apple AR будет похожа на очки и сможет работать с текстом, уведомлениями, картами и даже играми. А в прошлом году тот же Марк Гурман утверждал, что у Apple есть две стратегии для своих устройств в дополненной реальности. Одна это очки, а другая более громоздкая гарнитура для работы с виртуальной и дополненной реальностью. Как раз вроде того, что делает Мета с ее Oculus. Порадовало своих поклонников и Tesla. Традиционное обновление прошивки электромобилей Tesla, выпущенных начиная с 2019 года, привело к появлению новых функций и возможностей. Так, установленные в автомобилях внешние динамики, наличие которых вызвано требованиями безопасности дорожного движения США, позволяет транслировать наружу все звуки, произнесенные в салоне. Световое шоу создается при помощи программного обеспечения с открытым исходным кодом X-Lights. В результате фары и внешние огни Tesla будут мигать в такт, звучащие в аудиосистеме авто-музыке. В автомобилях Model 3, Model Y, а также Model S и Model X с процессором Intel Atom теперь имеется настраиваемая индивидуально панель запуска приложений. Упрощена работа с навигационными картами при прокладке маршрута. Контрольные точки и остановки на карте можно будет оперативно изменять. Игровое приложение Tesla Arcade дополнено оригинальными версиями Sonic the Hedgehog, Sudoku и The Battle of Polytopia. Сенсорная панель авто получила иконку TikTok. В иммерсионном звуке введено пять уровней, а сабвуфер можно регулировать в ручном режиме. Когда автомобиль пытается сменить полосу, на экране появляется изображение слепых зон для камер. Пользователи всей Северной Америки и Европейского Союза получили доступ к камере в режиме реального времени. Теперь при помощи приложения можно просматривать видео с камер автопилота Tesla. Салон автомобилей Tesla можно будет прогреть удаленно, воспользовавшись новой функцией управления системой кондиционирования авто. Обновления распространяются для моделей Model 3, Model Y и отдельных электромобилей Model S и Model X. Ну и какой же кик без роботов? Поскольку сейчас зима, стали очень актуальными автономные и снегоуборочные роботы, такие как SnowBot S1. Он предназначен для очистки от снега больших территорий, таких как автомобильная парковка или игровые площадки. Тестовая установка SnowBot S1 представляет собой компактный механизм на резиновых гусеницах, работающий от аккумуляторной батареи. Перед началом работы снегоуборочного робота следует установить три радиомаяка на границах очищаемого участка, что позволит системе управления SnowBot S1 при помощи триангуляции определять свое относительное местоположение и рассчитать маршрут при уборке территорий. Если участок не прямоугольный и имеет сложную форму, маршрут по уборке снега для SnowBot S1 можно прокладывать самостоятельно в ручном режиме через приложение, доступное как для устройств под управлением Android, так и для гаджетов под iOS. При желании пользователь SnowBot S1 сможет управлять роботом дистанционно в режиме реального времени. Имеющиеся на территории препятствия объезжаются роботом при помощи информации, получаемой от встроенного в SnowBot S1 лидара. Попадание в шнек мусора или плотного мокрого снега приводит к автоматическому отключению робота. Автономная работа на протяжении полутора часов обеспечивается литий-ионной батареей емкостью 31 Ач. Корпус защищен от влаги по стандарту IP35, а масса робота составляет 65 кг. Компания Han Young Technology проводит набор пользователей на бета-тестирование устройств. Для участия в программе следует приобрести прототип SnowBot S1 за 1999 долларов. После внесения корректив в конструкцию выполненных на основании замечаний тестировщиков будет выпущен серийный агрегат SnowBot S1 Pro стоимостью 2999 долларов. Участникам тестовой программы новая модель будет предоставлена бесплатно. Ну и специально к Новому году и наших подписчиков группа инженеров BPS Space, многие из которых работают в аэрокосмической промышленности, привязала двухметровую елку к четырехкрылой конструкции. Небольшой твердотопливный ракетный двигатель позволил елке взлететь в небо над пустыней Мохаве в Калифорнии. Взлет прошел удачно далеко не с первой попытки. Ракетная техника была любительской, это все осложняло. Во время первых трех попыток дерево падало с установки, но с четвертой попытки план удалось выполнить идеально. Украшенная гирляндами новогодняя елка взлетела в воздух, заставив несколько поддельных подарков, прикрепленных к основанию, красиво кружиться. Запуск новогоднего дерева в небо, подходящие проводы уходящего года и достаточно веселое событие для начала нового. И мы тоже так думаем. И на этом последний выпуск этого года подошел к концу. Не волнуйтесь, у нас еще есть очень интересный неодайджест, который точно не стоит пропускать. А мы желаем всем вам и вашим родным здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Спасибо всем, кто эти долгие годы нас поддерживает. И всем, кто только недавно присоединился к нашей миллионной техносемье. Мы будем радовать вас новыми выпусками, безбашенными техноманьяками и, конечно же, Илоном Маском. Так что не жалейте лайков, активно подписывайтесь. И, конечно, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. А также присоединяйтесь к нашему инстаграму с самым крутым техно Оливье и телеге с самой быстрой селедкой под шубой. Кстати, мы уже есть в ТикТок, заходите, вас ждут уникальные кадры с нашей барбекюшни. Мы увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok